Сергей Лещенко, советник, руководитель Офиса Президента Украины, подключается к нашему эфиру. Приветствуем, Сергей. Добрый день, добрый вечер. Ну, вот традиционная рубрика «Президент Юэй», и мы начали наш обзорный сюжет с того, что президент активно ездит по украинским регионам. И у меня в связи с этим вопрос, почему важна эта мобильность? Все-таки президент может и у себя в офисе все дела делать, да, не обязательно личное присутствие. Почему это важно не просто для президента, а для страны? И второе, если можно, российская пропаганда, чем больше Зеленский перемещается по стране, придумывает, ну, какие-то жуткие небылицы про спецвагон Владимира Александровича. Якобы он ездит в золотых кабинетах. Проясните, пожалуйста, этот фейк, да, чтобы мы как-то закрыли эту тему, и почему важно, что он ездит по стране? Ну, российская пропаганда – это полное зеркальное отражение того, что они пытаются, скажем, нивелировать в отношении себя. То есть у них Путин ездит крайне редко на передовую, а он у них был, мне кажется, один или два раза, и то до конца непонятно, это Путин или его двойник. Ну, всего два было выезда, и понятное дело, что когда Зеленский ездит через неделю, практически каждую вторую неделю бывает в фронтовых регионах. Недавно был в Бахмуте, потом был в Авдеевке, потом был у наших военных в Волынской области на границе с Белоруссией. То есть постоянно присутствуют среди военных. Они понимают, что их российский диктатор выглядит не очень в этом смысле подобающе. Пытаются обвинять его во всем, чтобы дискредитировать эти попытки украинского президента, демонстрировать лидерство, потому что для военных, для страны очень важно видеть, что президент вместе с нашими защитниками своим примером показывает, насколько важно быть в этот момент, важный момент для страны вместе с ними. И таким образом призывая, по сути, всех остальных украинских чиновников, а просто граждан, волонтеров, тоже помогать военным в это сложное время. Второй момент, это, конечно, про железнодорожный поезд, это тоже смешно, потому что попытками они, таких вот обвинений, пытаются нивелировать разоблачения, которые были сделаны в отношении Путина. Потому что оказалось, что для Путина, чтобы он ездил из своей резиденции в Алдай в Кремль, построили отдельную железнодорожную ветку от резиденции до основного хода железнодорожного, потому что он боится летать, боится ездить автотранспорт. Там этот специальный поезд для него запустили по этой специальной железнодорожной ветке, для того, чтобы он из резиденции мог добраться до Москвы. И, соответственно, поскольку эти факты скрылись, они теперь пытаются переключить внимание на украинского президента. Для украинского президента нет никаких исключений, он пользуется теми же вагонами, которыми пользуются все украинские чиновники высокого уровня или международные гости, или просто даже вагонами из своей класса. В зависимости от поездки, в зависимости от загруженности этого парка, у нас действительно есть парк вагонов, которыми обслуживают международные делегации. Этим парк вагоном вы видели, там и президент Байден ездил, и президент Макрон, и Дворис Джонсон. Ну, в принципе, даже звезды Голливуда тоже ездили этими вагонами. То есть, в зависимости от того, куда едет президент, какого состава делегация, формируется состав, ну, конечно, там уже такие подробности, к какой именно вагон в этом составе едет, это является секретом, но для президента никаких отдельных вагонов не существует. Есть парк вагонов, которые включают в себя разные классы, и одним из таких вагонов во время поездки пользуется президент, скажем так. Но даже видно по видео, которое президент записывает из тамбура, такой тамбур мы все видим, когда ездим на поездах. Ну да, ну да, ну да. Одно из ключевых событий это был саммит городов и регионов. Насколько вы можете оценить его результативность? Интересно, все ли представители, которые там участвовали, высказали свою инициативу уже в какой-то конкретике помогать конкретным регионам в силу своих возможностей, я так понимаю? Для Украины важно получать эту помощь, потому что города наши не всегда, я бы сказал, находятся в таком целом состоянии. Да, многие города страдают от этого налета российской агрессии, то есть не только фронтовые, но и тыловые города. Поэтому международные партнеры наши, они уже не первый раз приезжают. Летом прошлого года тоже была делегация мэров разных городов, и они потом уже берут патронаты над конкретными проектами. Ну вот Варшава, например, она согласилась передать Украине, Киеву передать весь свой парк вагонов метро, который необходим Киеву для того, чтобы полноценно функционировала подземка. Поскольку и в Варшаве, и в Киеве один тип вагонов, Варшава переходит сейчас на другой тип вагонов, и она нам свои будет постепенно передавать. Конкретный пример, который должен облегчить ситуацию с подземным транспортом. Во время кризиса, когда у нас энергетика, скажем, немножко хромала, когда были обстрелы российскими крылатыми ракетами и шахедами, по нашей энергоинфраструктуре возник дефицит в автобусах. Автобусы нам передали, тоже наши партнеры воспользовались их, причем поддержки. То есть, эта конкретная помощь на уровне городов, она всегда чувствуется очень важна. 20 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг был в Киеве. Президент обращался к нему с просьбой поспособствовать предоставлению дальнобойного оружия, современной артиллерии, авиации, бронетехники. Также говорили о саммите НАТО в Вильнюсе. Чем ближе этот саммит, тем больше о нем разговоров, Сергей. И действительно, и хотелось бы вашу оценку этого визита, Йенс Столтенберга, в контексте вильнюсского саммита летнего. Вы знаете, важно то, что это первый визит с момента начала полномасштабной войны. Генсека до этого не было в Киеве. Он приехал и показал, по сути, всем государствам, участникам авианса, пример для подражания. То есть, тоже нужно ездить. Многие лидеры были, но не все. Есть страны, которые до Киева своих президентов еще не доотправили. Вот Столтенберг показал, пожалуйста, пожалуйста, наследуйте мой пример. Второе, это политическая поддержка на уровне такого месседжа, что Украина – это неотъемлемая часть НАТО в будущем. Но момент этот еще не настал, поскольку продолжается активная фаза войны. Но в будущем неизбежно это случится. Второй сигнал, который он показал. Третий – это заседание Рамштайн на этой неделе, которое закончилось выделением очередной партии оружия для украинских военных. Тоже важный месседж его присутствия. Ну и в целом, я думаю, знаете, во-первых, второй раз за 10 лет в Вильнюсе судьба Украины решается, потому что 10 лет назад евроинтеграция, наш договор об ассоциации в Вильнюсе решался сейчас, будущее в НАТО. Ну, думаю, сигнал будет позитивный с этого саммита. И, конечно, Украина ждет то, чтобы было воплощено в жизнь записанное в 2008 году в Бухарестской декларации саммита НАТО о том, что Украина будет чем вам надо. Вот этот момент настал. Я не думаю, что в Вильнюсе эта процедура отступления в НАТО может начаться, но серьезный месседж, который это подтвердит, он будет принят. То есть Украина, по сути, уже и так является НАТО. Взяла на вооружение много техники НАТО, реформа вооруженных сил проходит, скажем так, с колес. То есть Украина воюет, и параллельно реформа вооруженных сил по стандартам НАТО происходит. Инструктора НАТОвские учат украинских военных на полигонах в Европе. То есть, по сути, де-факто, Украина в НАТО, но формально это еще не оформлено. Членство НАТО, я считаю, что этот визит, он, по сути, делает для самых последних скептиков, такой посылательный, что все равно Украина будет в НАТО, поэтому поддержите Украину, это наш будущий член нашей семьи. Вот так я бы так говорил. Возвращаясь еще к финансовой и экономической поддержке, которая нам крайне необходима сейчас, помимо реконструкции, помимо восстановления разбитой инфраструктуры, мы понимаем, что нам необходимы и инвестиции. Вот насколько сейчас, кроме донорской помощи, готовы крупные какие-то компании потенциально уже, когда, ну я так понимаю, что настанет мир, либо уже, возможно, сейчас говорить о каких-то инвестициях, даже несмотря на то, что боевые действия продолжаются? Во-первых, это связано с предыдущим вопросом. Если Украина будет иметь надежную систему безопасности и гарантий, то тогда инвестор придет. Если инвестор будет понимать, что в любой момент на его завод прилетит ракета, и его инвестиции миллионные, миллиардные будут разрушены в один миг, то, конечно, инвестор не придет. Поэтому очень важно, чтобы эти гарантии Украина получила. Единственный способ получить гарантии – это вступление в НАДО. Поэтому я, скажем так, намного осторожнее отношусь к разговорам о потоке инвестиций, пока Украина не получила никаких гарантий. Когда получит, тогда инвестиции и поступят. Второй вопрос. В целом, пока идет война, сложно рассчитывать на бум инвестиций, потому что, ну это неопределенность, во-первых, для многих инвесторов. Для нас-то все понятно, а для инвесторов это неопределенность. Второе – это то, что риски для стороны высокие, и страховые компании, которые должны эти инвестиции страховать, они ставят непомерные тарифы за это все. Это упрощенно, так говоря, не специальным языком таким, а простым языком объясняют. То есть пока война, активные действия продолжаются, то говорить об инвестициях сложно. Когда война закончится, я убежден, что здесь будет очень много компаний, которые захотят ассоциировать себя с украинским успехом. И в заключении, Сергей, еще один вопрос. Приезжала мэр Парижа Анн-Идальго. Насколько встречи президента с мэрами крупных европейских городов, я так понимаю, мэр Рима хорошо относится очень к Украине, и вообще многие именно городские лидеры Европы, да? Насколько эта кооперация налаживается, системная? Что от этих встреч? Киеву, Украине? Ну, мэр Парижа, если память не заметит, уже третий раз приехал. Да-да, она прям зачастила. Для Украины сейчас ведет активную работу по недопуску российских спортсменов на Олимпиаду в Париже. Мэр наш союзник в этом. Надеюсь, ее позиция будет воспринята на международном уровне. Во-вторых, конечно, это звезда политического Олимпа Франции. С высокой долей вероятности она продолжит карьеру национальном масштабе. Поэтому важно поддерживать отношения с такими людьми, понимая их перспективы. Ну и, конечно, помощь на уровне двух городов – это всегда важно. Париж будет помогать определенно конкретным городам. Но и Париж – это как символ, по сути, страны Франции. Поддержка со стороны Парижа, Украине в целом, тоже это очень значимо. Я бы сказал, ну, это один из символов цивилизации Париж. Поэтому то, что Париж с нами – это месседж тем, кто еще сомневается или пытается найти способ сократить помощь Украине. Показывая, что лидерство в этой части, мэр Парижа, она серьезно помогает Украине, даже присутствием на украинской земле. Это был советник руководителя Офиса Президента Украины Сергей Лещенко. Спасибо за включение. Так уходит в закат как раз Сергей с нами поговорил. Благодарим. Большое спасибо. Да, очень-очень красивая картинка украинской, украинское солнце. Спасибо. Спасибо.